ну что соскучились по ледовым обзором да ладно я же вижу не врите знаю что соскучились дорогие друзья всем привет вы на канале черкас атлант с вами как всегда я михаил черкасов и мне кажется что подписчики нашего канала они хотели чтобы я вернулся на лед больше чем я сам и друзья мы всегда стараемся вас слушать слышать и поэтому мы сегодня вот здесь если есть хоккеисты про которых говорят что они находятся в праймовой форме это значит когда они на пике своей формы так вот я сейчас нахожусь в анти праймовой форме потому что за год я сходил на лед примерно раза два три и вот это как раз один из них поэтому предотвращая хейтерские комментарии скажу что как был человек мертвым так и остался в принципе ничего не меняется а стабильность это что правильно это признак мастерства но все это не обо мне друзья вы любили обзоры клюшек вы много говорили о том что давай возвращай давай давай где где и вот мы здесь сегодня наверное я вернулся на лед потому что на самом деле то что сегодня мы будем делать это в первую очередь очень интересно мне поэтому давайте переходить сразу к делу итак друзья из названия и обложки к этому выпуску я думаю вы уже поняли что мы сегодня будем делать сегодня мы будем тестировать клюшки это мастодонт мастодонт просто всего рынка наверное одна из главных компаний которая занимает просто подавляющую часть хоккейного рынка не только в россии но и в северной америке эта компания бауэр который выпустил вот такую вот очередную новинку бауэр прото клюшка с кучей разных технологий об этом мы еще поговорим дальше потому что здесь вот в этой руке у меня наша отечественная клюшка эта фирма бро ребята которые делают клюшки в россии из-за всей ситуации которая происходит в геополитике люди в россии вынуждены как-то выкручиваются потому что вот это счастье стоит 40 тысяч рублей а вот это счастье стоит в половину меньше я вот эту клюшку купил здесь за 429 долларов насколько я знаю в россии она стоит примерно 37 40 тысяч а вот эта клюшка вот это она стоит 20 или чуть больше 20000 там все зависит от параметров и т.д. и т.п. в общем об этом всем мы сегодня будем разговаривать но наша задача первоочередная сравнить сравнить и понять вот два раза разница в цене в этих клюшках здесь заявлены все там самые топовые технологии бортом и все остальное здесь люди говорят что я общался с производителями они говорят что ребята все эти технологии хрень полная все клюшки плюс-минус одинаковые и вот этот рассказ там про то что мы тут сделали там какую-то супер пупер новую технологию из там определенного вида карбона и т.д. и т.п. все это сказки в общем сегодня мы будем тестировать но перед этим я хочу вот что сказать я должен был подготовиться к этому обзору вычитать всю информацию найти чтобы сообщить и передать его вам но я этого делать не буду по одной простой причине что тогда этого обзор не получится честным потому что по моему субъективному мнению если ты например начитался что здесь а у него там сильнее бросок она в тысячу раз легче там я не знаю все вот эти вот какие-то новомодные фишечки используются и ты уже будешь предвзято что выходишь ты думаешь что но все сейчас действительно вот тут что-то легче бросается тут бросок быстрее тут она легче тут лучше баланс и так далее и ты уже будешь так или иначе предвзято что у тебя будет уже в голове какая-то информация поэтому как про эту клюшку так про эту клюшку я абсолютно ничего не читал но сейчас за кадровым голосом мы сообщим вам всю самую важную информацию про вот эти две палочки я же этого всего пока не знаю но в конце этого выпуска как мы закончим наш тест я сяду прочитаю и скажу действительно ли это ощущается как-то тактильно в игре или это все действительно маркетинг и уловки уловки вот этих крупных компаний которые хотят делать на людях деньги бауэрпрота эрголд клюшка из линейки премиум рассчитанная на профессиональных игроков от предшествующих моделей таких как nexus supreme и вейпор можно выделить преимущество в долговечности и снижение веса за счет доработанной композитной технологии более устойчиво к повреждениям благодаря улучшенным углеродным волокнам усовершенствованный баланс за счет распределения массы по всей длине клюшки самая главная фишка технология power core для повышения мощности и точности бросков за счет эффективной передачи энергии от игрока к шайбе как и в бауэр эджент здесь применяется редкий материал бор который значительно улучшает прочность и жесткость бор используется в аэрокосмической промышленности или военной бро российский бренд который в том числе создает клюшки по индивидуальному заказу совсем молодой бренд в сравнении с бауэр эксклюзивная особенность каждый может создать клюшку с нуля под свои параметры шафт текстура шафта графика крюк все как ты хочешь клюшка бро лоу про с нижней точкой прогиба и весом от трехсот тридцати до трехсот 75 грамм отличие двух клюшек бро изготавливается из углепластика он же карбон если сравнивать карбон и бор то получится так что бор химически прочнее но для клюшек все бренды используют карбон ну что внимательно все послушали а теперь давайте переходить непосредственно к нашим испытаниям сегодня я не буду изобретать велосипед потому что велосипед уже изобрели и по факту на все на что хочу проверить эти клюшки это конечно на бросок на передачки и немного на древлинг в общем давайте начнем с бауэра собственно по параметрам вот это ключ к у меня при 90 тем загиб 87 flex соответственно я чуть-чуть подпилил я думаю что тут около 90 92 примерно где-то flex а пилю я ее по подбородок поэтому в принципе никакого кастома ничего интересного просто 87 flex 90 загиб ну и я взял ее в золотом цвете потому что как бы это премиальная клюшка они говорят все это премиум это элитка ну вот сейчас будем проверять вот это же клюшка бро это вообще это моя такая скажем гордость вы посмотрите ну вы посмотрите ну вы посмотрите в общем это спецзаказ я заказал здесь а 92 крюк но он расширенный то есть это ты 92 макс соответственно по шафту по всему остальному ребят сказали мы тебе просто пришлем такой что ты охренеешь тактильно он действительно приятный вы можете посмотреть что такие как видите такие как переливающиеся квадратики не знаю когда правильно даже назвать честно признаться на профессиональном языке люди кто шарит напишите в комментариях в общем она действительно очень красиво здесь также у меня 85 flex я чуть подпилил думаю что в районе 90 92 flex остается поехали к испытаниям начинаем с фрота бросочки у нас будет сейчас с места вот гол в этой клюшке мне кажется очень круто сделан баланс то есть как его распределили по всей палке и в руках она кажется ну просто ну что-то супер легкая вы помните наш обзор bauer agent я думал что легче уже сделать тяжело но как будто она еще легче то есть прям баланс очень крутой клюшка в руках лежит так как надо 12 шайб 4 мишени let's go like boss одним броском 4 мишени такого не может даже конор макдэвид ну ладно погнали дальше что могу сказать учитывая что вышел сюда третий раз за год без какой-либо разминки и сейчас я считаю что помимо того что сбил одной шайбой 4 мишени но это нельзя записать достижения в принципе вы видели как летел бросок мне кажется что это было достаточно сильно мощно то есть вот этот момент когда ты берешь шайбу ставишь ее на крюк и хочешь бросить как будто он какой-то немножко другой по ощущениям то есть как будто эта фаза постановки шайбы на крюк и последующего броска с разгоном то есть вот вот хоть я не попал но это было достаточно мощно по моим ощущениям давайте сейчас возьму бро и проведу тот самый тест небольшой такой автопчик что сюда я вышел вообще потому что в инсту выложил вот этот ролик и люди стали писать типа блин а ты реально ведь неплох ты неплох мастерство не пропьешь я прям получил от людей какую-то такую порцию позитивных эмоций мотивации и подумал блин а почему бы чем прикольно не поснимать и вышел сюда кстати с на инсту не подписаны можете подписаться а теперь мы приступаем бросочками брошкой вот гол у нас все по классике как всегда много жайб и всего лишь 4 мишени потому что кто-то здесь мертвоват немножко но и надеюсь что эта малышка поможет мне улучшить мой скилл давайте пробовать я не понимаю я не понимаю что то у меня не получается я не чувствую эту ключ ой стендап гайбом кенталу big body полопина вот бросках статики между этими двумя кружками есть разница в том что когда ты бросаешь бро она для меня очень мягкая она как будто проваливается то есть шайба как-то сквозь крюк я не могу ее бросить хорошо и сильно верхом то есть она какая-то хлипкая слишком вот я хочу зарядить его да я поставил шайбу и она гнется и в принципе гнется хорошо достаточно и вот я поставил на нее шайбу я хочу бросить например в левую девятку я но я вообще не чувствую куда летит шайба то есть вопрос вот она летит по центру ворот я я не понимаю у меня не управляется то есть как будто она во первых слишком мягкая во вторых мне не очень нравится гриб в третьих сам бросок я не могу его направить то есть просто не могу я не знаю почему вот опять же да но не могу то есть на самом деле у меня нет цели кого-то возвысить принизить моя главная цель это донести до вас информацию самому разобраться в этом вопросе пока я испытывал какие-то противоречивые ощущения и мне нужно еще пару шайб я беру опять бро и давайте буду бросать в правую девятку я не понимаю ну то есть вот если вы посмотрите то очень много шайб которые когда я бросаю я ее ставлю я делаю вот это движение и как будто шайба как-то то ли проскальзывает под крюком то ли это клюшка слишком мягкая то ли какой-то по-другому как будто вот именно ощущается сам момент когда ты положил шайбу и пытал натянул ее и вот выстреливаешь то есть здесь она реально хорошо выстреливает да я не всегда попадаю но блин сколько я тренируюсь и но даже при этом всем вы видели сейчас что две шайбы я бросил одна выше чуть-чуть пролетела другая там в перекладину в крестовину или штангу куда-то попала то есть это было близко сбро я даже близко не попадая туда куда хочу это что касается бросков с места давайте тестировать движение если за сегодняшний выпуск вы уже определились с выбором клюшки то для родителей юных спортсменов у нас есть очень хорошая идея где ее протестировать с 29 по 31 октября в нашей школе стартует новый мини кэмп дриблинг плюс прессинг отработаем обманные движения научимся разворачивать коньки противников считывать дистанцию и выполнять различные финты и в целом повысим общий уровень скиллов спортсменов арена play север с 29 по 31 октября остальные подробности по ссылке в описании начинаем опять с прота лет гол вот она все ну что первый бросочек принципе мне очень понравился вы сами видели прямо в девяточку или там саму попала короче не суть но я целился туда куда я хотел попасть давайте еще побросаем бро настало твое время погнали в левую девятку еще раз туда же тоже влево я не могу я бросать я не знаю почему просто не идет давай вправо но вправо еще более-менее и еще раз влево что-то я не понимаю я не понимаю давайте еще раз выехал вот еще раз левая девятка еще раз левая девятка вот про то я беру и бросаю в левую девятку тоже мимо с про то я сейчас бросил два раза то есть я бросал бро с выезда хотел бросить левую девятку сделали 45 бросков ни одного не попал потому что когда я делаю бросок бро я ее ставлю начинаю бросать у меня крюк как как просто я даже не на как вот эти человечки которые на ветру стоят когда дует и он вот так вот стоит вот примерно такой же крюк был у бро то есть она шайба проваливается я бросок сходит все летит либо низом либо по центру но не в цель потом я просто сразу взял про то выехал два броска бросил в девять она улетела выше со второй попал потому что здесь я чувствую когда я заряжаю шайбу я чувствую даже несмотря на то что я не катаюсь регулярно но я чувствую куда как я заряжаю клюшку как летит бросок куда я хочу бросить и даже если она не попадает то это хотя бы примерно в ту сторону сбро я бросаю в левую девятку она летит низом по центру то есть я вообще от слова совсем не управляя своим броском пока у бро все что мне нравится только картинка как она выглядит но не больше два испытания принципе мы закончили первое испытание вы по моему мнению берет точно про то второе испытание берет про то давайте немного по щелка 1 2 пока не понимаю 3 4 4 5 6 и еще одну но это был бы гол ну что бро давайте посмотрим как она проявляется на щелчках попробую сделать это с места еще раз возьмем про то я думаю что комментировать не нужно особо покупая клюшки всегда приятно получать кэшбэк особенно классно когда программа лояльности действует для всех наш читательный партнер запустил свою программу венлайн приорити выбирай любой чемпионат и получай кэшбэк на любое событие а если ты еще не зарегистрирован то ныряй по ссылке закрепленный комментарий и по промокоду атлант получает безусловный бонус 3000 делай разницу вместе с венлайн давайте проверять дриблинг я буду делать это абсолютно кустарно примитивно просто на месте меняем палочку по дриблингу она неплохая неплохая давайте попробуем подкидки что самое важное подкидка чтобы она делалась просто летела ровно хорошо опускалась поэтому давайте проверять проверять я называю это супер игрой у нас есть четыре мишени кайт шайб и соответственно давайте просто подтвердим на словах то что мы сегодня узнали или это опровергнем первый налет выходит прото три мишени за пять шайб но так значит теперь берем бро и также пять шайб четыре мишени броски с места забирает прото броски с движения забирает прото щелчки забирают тоже просто потому что вы видели что когда щелкал с бро шайбу я я даже не мог поднять просто по дриблингу я бы здесь поделил бы то есть и не выявил победителя по одной простой причине что про мне тоже очень понравилось но как в принципе делать с ней дриблинг да вот эти движения я в принципе чувствую шайбу чувствую клюшку все не так плохо соответственно по поводу подкидок там тоже забирает прото самое важное мне кажется в броске что когда ты натянул шайбу и вот это движение когда ты ее как бы туда давишь и выплевываешь чем лучше скажем так чем точнее плюшка более лучше справляется с моментом того как она скажем так прогибается и выстреливает тем вероятнее всего будет лучше твой бросок и то есть для меня вот в прото эта штука она прям как будто практически идеальна то есть если бы я катался чаще если бы был профессиональным хоккеистом у меня была такая плюшка я думаю я бы точно ей пользовался просто потому что ну бросать кистей при вот при таких данных у этой палки ну это просто это кайф это удовольствие шайба помимо того что ты ее направляешь ты управляешь ее полетом что она летит туда куда ты хочешь при этом ты делаешь это резко и шайба действительно летит сильно быстро то есть она мощный бросок действительно мощный я опять же не знаю есть здесь какие-то там технологии по этому броску что как-то она там какой-то супер материал используется или какая-то определенная у нее точка прогиба я честно я не знаю я не знаю но по моим ощущениям вот летит с нее прям ну от души прям вот так как надо как говорят по хоккейному как из прощи как из прощи ты гуляешь и ну вопросов никаких нет поэтому вот по щелчкам честно прото мне не очень понравилось ну потому что я не знаю я бы хотел все таки когда с передачи щелчки делаются потому что я не защитник вы сами видели мое стрёмное катание мою стрёмную технику все забылось руки ноги и вообще ничего этого нет но вот это какая-то старая мышечная память она осталась и конечно когда ты больше 20 лет в спорте ты можешь все таки что-то вспомнить да и я считаю проанализировать поэтому этот обзор я все равно буду считать достаточно честным поэтому щелчки не очень а вот на дриблинге мне что понравилось что клюшка действительно легкая за счет хорошего распределения вот этого баланса веса в ней очень круто чувствуется шайба то есть сама клюшечка легкая шайбочка ты ее как бы ведешь ты все прекрасно чувствуешь клюшка в принципе она нигде там не задирает шайбу она не сходит если особенно у тебя ручки тренированные и мягкие а не как у меня я думаю это тоже будет просто прям вот мед на душу у слада играть с такой палкой поэтому глобально я вот этой по десятибалльной шкале прото я ставлю ну десятку нет потому что я все-таки буду ждать чего-то более совершенного но девять с половиной прям наверно да наверно да поэтому этот баттл собирает прото и по ней вот такую оценку я выдам но дорогие друзья ведь мы не можем просто так обделить бро и ничего не сказать хорошего про нее потому что в этих клюшках действительно есть очень много чего хорошего и я считаю здесь есть одна очень важная проблема почему сегодня все сложилось именно так а не иначе я ее объясню мне кажется что во первых точка прогиба может быть здесь другая а во вторых вот эта мягкость то есть она 85 flex и возможно возможно мне нужно подпилить ее чуть-чуть короче потому что прото я сделал короче а бро чуть-чуть длиннее ну там то есть миллиметры я верю в то что все равно любые детали они могут решать и возможно отчасти это такая комбинация факторов почему так получилось и в принципе мне не очень понравился вот этот сам шафт крип потому что у меня руки по нему по нему просто скользят вот когда из кистей бросал у меня клюшка она в руках просто проворачивается то есть по визуалу у меня вообще вопросов нет то есть ну это это топ при том что как я знаю у бро они делают абсолютные кастомы и у них очень много классных фич по типу того что вы можете например любой крюк любого игрока делать или любую раскраску но это действительно крутые фишки но важно важно здесь еще понимать одну вещь экзистенциально важно я бы сказал power это мастодонт рынка который может тратить на свои технологии там по 200-300 тысяч долларов миллионы долларов у них свои заводы помните как мы были на драфте и так далее и цена у этих клюшек различается в два раза я на секундочку напомню поэтому требовать от бро от нашего нового производителя который появился просто потому что вот сложилась такая геополитическая ситуация и люди просто пришли и говорят что ну если у вас нет возможности покупать дорогие клюшки по там 30-40 тысяч мы можем сделать бро они кастомные они красивые они не стыдные и при этом цена в два раз дешевле но как бы при учете скажем контекста потому что важно не выдергивать из контекста важно рассматривать контекст если мы говорим про power который уже давным-давно сложился если они действительно постоянно используют технологии покупают усовершенствуются инвестируют и т.д. и т.п. ну и тут ты просто как скажем так с вилами по танке лезешь да и бороться против них практически ну невозможно это игра в одну калитку это как амур будет играть там по бейлайтник условно ну мы же понимаем исход этого матча да так же и здесь просто если рассматривать контекст то конечно же конечно же бро за свои деньги абсолютно топовая палка и я расскажу почему во первых это дизайн вы можете сделать любой крюк любой дизайн я считаю что это бонус во вторых там есть также разный опционал разный функционал разные шахты разные гриппы все абсолютно разное и есть большой выбор чего кстати нету бауэра потому что бауэр то что предложили как бы тем ребята и пользуйтесь никак иначе вдобавок цена то есть цена мне кажется это одна из важнейших вообще вещей в принципе почему мы выбираем клюшку потому что если вы посмотрите на прото и на отзывы о прото то есть она безусловно крута но во всем опять же важен контекст и если вы посмотрите на отзывы они просто ужасные потому что люди говорят что я купил палку там за 430 долларов или за 40 тысяч рублей и вы хотите сказать что я ее ломаю там на 2 3 игре в одном месте то есть все жалуются что она ломается у крюка все жалуются что она ломается очень быстро но дорогие друзья давайте опять же разберем контекст хоккей сейчас он становится все более технологичным клюшки становится все легче соответственно если ты жертвуешь там весом вероятнее всего точнее если ты хочешь улучшить вес то вероятно всего тебе нужно чем-то жертвовать жертвовать понятно что скорее всего придется прочностью и тут то есть все зависит уже от вас если вы хотите действительно ну невозможно там и кубок стэнли выиграть и кубок гагарина да ты наверное скорее всего играешь только в одном чемпионате нужно выбирать скорее всего что-то одно то есть если ты выбираешь хорошую классную легкую технологичную клюшку то ты должен обязательно понимать что вероятнее всего здесь есть какой-то тоже свой такой нюанс подвох и вероятнее всего она будет более ломкая потому что мне кажется что нереально сделать легкую и прочную клюшку ну типа как это как это сделать я я не знаю поэтому мне кажется тут расстройство она у людей неоправданно потому что важно правильно анализировать и взвешивать факты легкая классная клюшка но дорогая и ломкая ну как бы есть так как есть если ты хочешь играть крутыми палками будь готов платить что касается бро ценовой диапазон разный в два раза то есть и она конечно же потяжелее и конечно же наверняка менее технологичная но опять же ценовой диапазон два раза и то есть если ты например там игрок профессиональные вероятнее всего ты будешь можешь выбирать вот эту клюшку если ты любитель или ты покупаешь для ребенка но скажем так если бюджет позволяет я бы брал прото если бюджет не позволяет я выбрал бро и абсолютно был бы счастлив радовался потому что там для ребенка можно сделать классную раскраску и принципе ребенок будет кайфовать потому что очень мало там все равно что понимают дети пока в технологиях пока там есть время скажем другим заняться что потом выйти на свой уровень взять прото и рвать еще лучше до играть еще лучше потому что клюшка будет лучше короче говоря под каждый бюджет под каждый кошелек каждый выбирает любом случае сам так друзья ну а теперь я открываю файлик и собственно говоря буду сейчас читать про эти технологии буду подтверждать что на самом деле правда что нет ключевой аспект клюшки это технология power core обеспечивающий максимальную передачу энергии при броске что повышает силу броска вот это в принципе наверное то о чем я вам и говорил вот именно вот этот момент про то мне очень действительно и понравился то есть я его как бы называл по-своему до рассказывал а по факту это принципе наверно так и называется что это передача энергии при броске то есть когда ты ставишь шайбу начинаешь вот это бросать и ты передаешь энергию клюшка клюшка в шайбу и соответственно поехали вот этот момент на бро я его просто его просто нет я его просто не ощутил вот еще сказано что тут используется многослойный углерод для повышения мощности но у прота r она фокусируется на снижении вибрации и повышение стабильности что делает броски более точными и мощными вот я с этим в принципе согласен и для себя наверное я нахожу этому подтверждение я бы с этим согласился а кстати у бро которая у меня у нее нижняя точка прогиба это моя точка прогиба ну соответственно она 330 грамм весит а про то весит 345 грамм вау даже то есть получается про даже легче чем про то но если например мы возьмем вот так вот вот давайте просто по балансу проверим например вот например я делаю такое движение клюшка когда я когда она опускается вниз я прям чувствую как у меня напрягается рука потому что как будто весь вес он уходит вот туда такое же движение бро я чувствую что у меня рука напрягается как будто этот вес распределен лучше и она как будто не ныряет всем весом вот туда что в принципе значит о том что вес хорошо распределен нет вот этого какого-то превалирования той или иной стороны то есть что там весь вес концентрирован на крюке или вес весь концентрирован там не знаю там середине где-то клюшки то есть вот эта штука она действительно есть по ощущениям бро будто не вес концентрирован где-то ближе к люку и когда делаешь вот такое действие она прям туда заваливается она кажется тяжелой потому что на самом деле она еще и легче почему такой жидкий крюк почему она проваливается почему все как-то проскальзывает в общем друзья давайте все-таки финальную оценку по всем испытаниям победила конечно же про то по скажем так текущей ситуации в россии конечно же побеждает бро с точки зрения ценовой политики с точки зрения возможности с точки зрения всего потому что мне кажется если попробовать другие модели про они могут быть более удачные чем например там моя модель это тоже имеет место быть с точки зрения вот маркетинг это или не маркетинг у бауэра каждый год происходит но от себя могу сказать что при условии того что я не знал не знал что соответственно зашито в эту клюшку потому что я этого всего не видел и читал специально для этого испытания прочитал после я могу четко сказать что вот то что заявил производитель это мощность давды передачи энергии это мощность броска это улучшение стабильности я это ощущаю мой бросок какой-никакой тогда он тоже это ощущает хотя и не так часто тренируюсь то есть глобально я подтверждаю что как будто бы как будто бы это есть ну для меня по крайней мере точно то есть я вот на своем эмпирическом опыте проверил и могу в этом убедиться поэтому это точно не маркетинг и действительно технология работает фрота победила во всех испытаниях но бро это достойный оппонент достойный конкурент потому что ребята еще очень молодые ребята появились благодаря контексту событий и ребята в принципе стараются действительно делать классный продукт с этими клюшками с бро играют ребята в хелл и даже ребят сын хелл проявляет к ним интерес поэтому в принципе это действительно иметь не стыдные балки если кто-то из нас играл уже фото или играл бро напишите в комментариях может быть вы тоже сравнивали и проводили такой аналитику что думаете вы я не говорю что мой обзор там истины или претендует там на самые честные самые там правильные т.д. и т.п. я лишь просто вот нет мне мне хотелось разобраться вопросе мне хотелось сравнить эти клюшки я сравнил я понял и в принципе скажу что я дальше буду продолжать играть про буду давать ей шансы но мне очень не понравилось все что связано с броском с крюком как-то это было очень жидко очень непонятно и к сожалению внешний вид очень крутой то есть она мне очень нравится я прям думал что она меня действительно удивит потому что но она просто крутая она прекрасная клюшка то на самом деле но вот к сожалению когда я вышел на лед что-то пошло не так я не знаю что мне даже немножко обидно потому что мой хороший товарищ он как раз есть тот кто собственно владеет про тот кто все это создавал возможно когда выпущу этот обзор ему будет это все неприятно прости меня дорогой друг но я все таки больше не за маркетинг да не за продажи не за эту всю историю не за ройалти а мне бы хотелось действительно разобраться в вопросе и дать какую-то правильную релевантную оценку и быть честным не только самим собой но из своей аудитории но и с тобой потому что для вас ребята из бро это будет лишь доказательство того что нет предела совершенству есть куда стремиться есть что улучшать потому что у вас очень много своих преимуществ но как говорится никогда нельзя останавливаться на прогрессе потому что всегда есть куда стремиться и всегда есть что чего добавлять в общем друзья такой вот получилось какой-то лайтовенький обзорчик слепил я его на коленке не знаю как вам понравится не понравится в любом случае ваши реакции ваши отзывы это мотивация для меня делать контент я вот как-то добрался до льда только благодаря вам поэтому если вам это понравилось если вам это полезно если вам это нужно сообщите мне может быть накидайте какие-то темы я их обязательно реализую при первой же возможности когда она меня будет когда я найду человека который поедет в россию мы обязательно разыграем прямо вот эти две палки вот именно с этого испытания я их сохраню когда я все редко не переживайте они не сломаются ничего с ними не будут выиграют эти клюшки люди которые напишут самые классные испытания например как бы мы круто могли тестировать клюшки но при этом скажем там не заморачиваться с точки зрения того что там вот давайте поедем на полигон там например на какой-нибудь и что-нибудь там придумал то есть это исключительно должны быть тесты на льду какие-то прикольные вещи которые возможно вам приходят в голову и вам будет интересно смотреть автор самого за лайканого комментария получится эту клюшечку а вторую клюшку мы разыграем в телеге под непосредственно постом который выйдет с анонсом этого видео и условия мы там же сообщим короче вот эти две клюшки мы разыграем условия этого конкурса быть подписанным на наш телеграм на наш youtube канал и на мой инстаграм и когда вы будете подписаны и на наше сообщество века и когда вы будете подписаны на все наши социальные сети мы обязательно все это проверим и отправим вот эти прекрасные 60 тысяч рублей в эквиваленте клюшек нашим двум прекрасным победителем и в принципе в обзорах мы всегда будем разыгрывать клюшки поэтому ваша активность ваши комментарии это очень важно для продвижения роликов так что пожалуйста не скупитесь потому что мы всегда делаем все на максимум и никогда не жадничаем контентом поэтому всем спасибо за просмотр с вами был михаил черкасов канал черкас атлант до скорых встреч сегодня мы рассматривали про против пауэр напишите свое мнение как вам это видео пока